Жестко пресекать любые попытки расколоть общество призвал Касымжумар Токаев. Тема единства и солидарности нации красной линией прошла через все выступления президента на 33-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. Какие вызовы стоят перед страной и как изменится работа Ассамблеи в новых реалиях? Важные заявления слушала и конспектировала наш корреспондент Мария Горбунова. Сессия Ассамблеи на фоне природного катаклизма в стране проходит онлайн и поэтому, по словам Касымжумар Токаева, сейчас не до длительных совещаний. Президент напомнил, единство и солидарность остаются главным приоритетом государственной политики. И сейчас, когда все мы проходим общенациональный тест на прочность, важно сплотиться и сделать шаг в лучшее будущее, не отклоняясь от главной идеи строить государство равных возможностей. Эти реформы по своим масштабам носят беспрецедентный характер. Но почивать на лаврах нельзя. Нужно продолжать их качественную реализацию. Только что я об этом сказал. Чтобы совершить рывок в развитии, предстоит решить много проблем, которые копились десятилетиями. Только общими усилиями мы сможем заложить надежный фундамент будущих свершений, осуществить кардинальные изменения в политике, экономике, культуре, социуме. Именно поэтому повестка нынешней сессии Ассамблеи обозначена как единство, созидание, прогресс. В условиях геополитической турбулентности в мире предстоит противостоять террористическим угрозам. В пример глава государства привел недавнюю трагедию в Подмосковье, которая болью отозвалась в сердцах казахстанцев. Наши граждане несли цветы к зданиям посольства и консульств России. Попытки расколоть наше общество, как и любые другие спекуляции, Касым Жумар-Токаев призвал жестко пресекать, от кого бы они ни исходили. И работа Ассамблеи на этом пути принципиально важна. В нашем социуме нет места этнической исключительности и дискриминации. Президент заявил, что для многих стран языковой вопрос остается актуальным, и Казахстан не исключение. И выразил уверенность, казахский в перспективе станет языком межэтнического общения. Казахстан был и останется многоязычной страной с казахским в качестве государственного языка. И в этом наше огромное преимущество. Русский язык, входящий в список официальных языков Организации Объединенных Наций, нам всем, безусловно, нужен с учетом самой протяженной в мире границы с Россией, востребованностью этого языка на евразийском пространстве и в международном сообществе. Власть будет предпринимать меры для обеспечения спокойствия и безопасности народа. Особое внимание тем, в чьих руках будущее. Ассамблеей заявил Касымжо Мартокаев, предстоит заняться воспитанием молодежи. Любовь к родине, уважение традиции, взаимопонимание – это то, что нужно прививать. А еще начать борьбу с тяжелыми пороками – лудоманией, наркозависимостью, вандализмом, насилием и расточительством. За последние годы стало меньше казахстанцев, которые хотели бы сменить гражданство. А наш бирюзовый паспорт, как своеобразный маркер идентичности, занял 66-ю позицию в индексе паспортов мира. Наши граждане могут летать без визы в десятки разных стран и в любом уголке земного шара находятся под защитой государства. Вспомните, когда мир охватила пандемию коронавируса и во многих странах были введены локдауны. Казахстан оперативно организовывал эвакуацию своих граждан с разных уголков земного шара. Мы также оперативно вывезли наших граждан в период эскалации напряженности в Афганистане в 2021 году, обострение ситуации в секторе газа в 2023 году и даже во время обострения ситуации на Украине. Всякий раз, когда где-либо за рубежом для наших граждан возникают угрозы безопасности, мы принимаем решительные меры, чтобы как можно скорее вернуть их на родину. Точка отсчета новой философии и развития нации стал Курултай, прошедший в Атырау. Наша собственная идеологическая повестка, которая базируется на принципах независимости и патриотизма, справедливости и ответственности, заработает при поддержке Ассамблеи, сказал президент. В следующем году мы отметим 30-летие Ассамблеи народа Казахстана. Очень важные мероприятия, политически важные, я бы сказал, но это не просто собрались, отметили, похлопали, выступили и так далее. Нужно подойти к этому юбилею крайне вдумчиво. Ассамблея проявила себя в качестве эффективного инструмента нашей выверенной политики межэтнического согласия и общенационального единства. Перед Ассамблеей президент поставил немало задач. В числе основных расширять деятельность домов дружбы, выстраивать продуктивную работу с госорганами, парламентом и маслехатами, а еще поощрять волонтерство и активность местных сообществ. Масштабные перемены, по словам президента, начинаются с малых шагов. Ведь каждый из нас со своей стороны может сделать что-то, чтобы не только искать проблемы в обществе, но и помочь их решить. Мария Горбунова, Ассет Нургалеев, Астана, Первый канал Евразия.